Овечкин занимает первое место по попаданию в каркас ворот в текущем розыгрыше НХЛ. Капитан Вашингтон Кэпиталс, Александр Овечкин занимает первое место по попаданию в каркас ворот в текущем регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги. Лучшие игры 2022 года по версии читателей и редакции. Этот год был непростым и хиллип, стоп, это из другой передачи. Алла Пугачева все-таки появилась на российском ТВ в новогоднюю ночь. Казалось бы, называющую россиян рабами и холопами Аллу Борисовну должны были отменить, но этого не произошло. Она все-таки пробилась в эфир. Чемпионат Франции. ПСЖ в гостях у Ланса Монако обыграл Брест, благодаря голу Головина Леон уступил. Монако победил Брест 1-0 в 17-м туре Лиги 1 благодаря Голу Александра Головина. Число невыездных из-за долгов россиян достигло рекорда. В России число граждан, которые не могут покинуть страну из-за долгов, достигло 8 миллионов человек. Мне было за что его благодарить, Вера Брежнева сделала заявление на фоне сообщения о разладе с Константином Меладзе. Экс-солистка группы «Виагра» Вера Брежнева подвела итоги собственного 2022 года. РФ перегруппировывает войска у Херсона. Окупанты перегруппировываются на Херсонщине и обороняются на двух направлениях, отметил генеральный штаб ФСУ. Алсу показала редкие фотографии подросших дочерей. Звезда 90-х годов поделилась трогательными снимками, на которых она запечатлена с Микеллои и с Афиной. Публика обратила внимание на то, как выросли девочки. Недельный чарт Steam, Grounded от Obsidian вошла в десятку лидеров, индустрия на DTF. Valve опубликовала данные о продажах в Steam за неделю с 26 декабря по 1 января. Статистика составлялась не по количеству проданных копий, при подсчете учитывались только те игры и устройства, которые за 7 дней принесли своим авторам самую крупную выручку. Фонтанка, в новогоднюю ночь в центре Петербурга задержали почти 2000 человек. В центре Петербурга, в новогоднюю ночь задержали и доставили в отделы полиции города 1960 человек, сообщили, фонтанки, из. Китайская копия Mercedes-Benz GLS подешевела в 2,5 раза. В Поднебесной стартовали продажи упрощенной версии полноразмерного внедорожника Beijing BJ90. 90-й, создан китайским партнером Daimler, концерном BAIC, и представляет собой лицензионную копию Mercedes-Benz GLS прошлого поколения. До встречи!